Всем мурмяу, кто смотрит это в записи на ютубе, или кто только что подошел на мой стрим на твиче, меня зовут Мир, мой ник, Мо, Бо, Филка, и мы продолжаем играть в Game of Thrones от Тейл Тейл. Что я вам хотела сказать. В прошлой части, в третьем эпизоде, мы его прошли до конца, так вот, в самом конце я не сожгла письмо, потому что я не поняла, зачем его нужно было сжигать, вы мне объяснили, что его нужно было все-таки сжечь, это было бы лучше. Мы именно ради этого и добывали то письмо, поэтому я перепрошла полностью эпизод 3, да, полностью, целиком перепрошла, и в конце, ну, я выбирала все то же самое, что и выбирала на стриме, просто только в конце я не оставила письмо, а сожгла его, вот. Поэтому сейчас мы начинаем четвертый эпизод. Тебя напугали мертвецы! Нет, Outlast гораздо страшнее, чем эти мертвецы. Да, я с геймпадом буду, это компьютер, но я просто с геймпада именно в Игру Престолов играю, потому что мне так удобнее, но это компьютер, ребят. Хотел на Outlast попасть, включаю стрим, а тут его, а тут ты его выключаешь. Ну, что поделать, Outlast будет в воскресенье, в 5. Продолжим Outlast-ик. Можно вопросить, как ты связки порвала? Да просто ногу подвернула, и вот так они мне порвались. Совершенно случайно, на ровном месте шла-шла-шла, нога как-то хоп, подвернулась, и все. И это причем второй раз уже, то есть месяц назад то же самое, у меня нога так же подвернулась, я связки так же порвала. Я их только-только залечила, и несколько дней назад, опять же-таки, точно так же шла-шла-шла, и точно так же нога подвернулась, и вот, пожалуйста, связки снова порваны. Но они, скорее всего, даже сейчас не порваны, вот месяц назад они действительно порвались, а сейчас они просто не зажившие еще до конца связки, они травмировались. Вот. Внимание, вопрос, как тебе пришла идея с именем мобофилка? В Perfect World играла за друльку, друида, которая приручает мобов, а если она их приручает, значит, она их любит. И, соответственно, вот так вот я и назвала себя мобофилка, которая любит мобов, друидка. Мой отец что-то планирует против твоей семьи. Он знает все ваши слабости, все ваши планы, потому что среди твоего совета есть предатель. Он заключил крупную сделку с кем-то в королевской гавани. Нам сказали, что мы будем говорить с лордом Тирианом наедине. Да, Вольн Андрос. Северная роща? Это же суреновая сказка для детей. Я слышал истории старой сказки о тайном лесу, внутри леса. Булор знал, о чем говорит. Я часть вольного народа. Здесь называют нас одичалыми. Мое настоящее имя Сэра Флаурес. Ты бастер? Хорошо, когда есть возможность поделиться подобным секретом. С тем, кому я могу доверять. А это ли не Элейна Гленмор? Ты ведь не связалась с этой жалкой семейкой. Мне жаль. Я сообщу отцу, что наша помолвка отменяется. Беший переход до Мерина. Мерин? Черт. Что? У меня осталось там пара незаконченных дел, о которых я не хочу говорить. Если ты намерен рассказать о моих драконах, подбирай слова тщательно. Бешка! Ты станешь послушным Форестером, усвоишь свой урок и будешь смирно лежать? Нет. Не думаю, что это конец, Родрик. Форестеры должны выполнить свою часть сделки. Возьмите мальчика в качестве заложника. Убейте его, если с ними будут какие-то проблемы. Кстати, я так и не рассказал тебе о твоем отце. Сначала мы распороли его, будто свинью. Да, мы его скинули со стены. И нас запалили. Как вам уровень? Не слишком громкая игра, мне кажется, она слишком громкая. Давайте я чуть-чуть потише сделаю. Так вот, посмотрим. От сериальчика сильно отличается, да? Это просто совершенно отдельная история. Она не как бы... Она дополняет основной сериал, но это совершенно разная, другая ветвь сюжета. Так что... Так что тут никаких спойлеров особо не будет. Нет, один спойлер, правда, был. С отравлением, но все равно, как бы, большая часть сюжета, он без спойлеров. Все хорошо. Я понял, что ты убийца, как только увидел тебя. Да я не хотела его убивать. Я до последнего... Видимо, Брит тоже это уснил. Я в этом не виноват. Он напал на меня. И ты сбросил его прямо со стены. Ты пытался наврать мне о том, как оказался здесь. Но мы обознаем, что у тебя руки в крови. А теперь ты убил одного из братьев. Сейчас нормально, ребят? Да, это тебя лишат головы, Таттл. Сейчас уровень громкости нормально? Не надо еще бояться. Я клянусь, перед всеми богами старыми и новыми, это было случайно. Сегодня не жило уже на смерти. Не говоря о... Убивать это у тебя в крови. Теперь с тобой можно сделать лишь одно. Эдди, спалай. Я видел, что Гаррит сделал с Бритом прошлой ночью. Да, он был там. Продолжай, что ты видел, Гаррит? Гаррит говорит правду. Брит напал на него, как он и сказал. Гаррит оставался лишь отдать отпор. Вместе нет человека, который не продал бы свою мать за хорошую цену. Вы двое в сговоре. Вы ошибаетесь, он говорит правду. Вы не можете осудить человека за самозащиту. Гаррит убил дозорного, и он должен помести наказание. Пошел. Я знал, что делать с тебя разведчиком было ошибкой. Без палой. Что ты хочешь с ним сделать? Мы направляемся к Кастро. Тебе приятно подставить кого-нибудь другого для своего похода. И ему нужно за много ответить. А теперь с дороги, Сноу. Дай нам пару минут. Тогда целуйтесь скорее, покончим, Сатя. Я бы не против. Ты сам сказал, что у тебя не будет никаких проблем с Бритом. Что произошло? Я думал, что ты был умолчен, чем это, Гаррит. Я думал, что ты был бы по моему стороне. Джон, я клянусь, я верил клятву. Брит захотел драки, и я... Я дал ее ему. Я пытался все остановить, правда. Я верю тебе. С этим ничего нельзя сделать, кроме как лишить татла головы? Нет. Но ты готовишься зачистить гнезо полной предателей и Крафтера. Чем Гаррит отличается от нее? Да помогут тебе, боги, Гаррит. Мы лишились человека, так что будьте насторожим. Выдвигаемся. Я серьезно не хотела с ним драться. Моли своих боков сколько хочешь, мальчишка. На последнее слово за топором. Вот серьезно, я до последнего пыталась его остановить, но этот нападал на меня и нападал. Что поделать? Так, вы хоть говорите, что со звуком все-таки надо... Со звуком надо чуть тише сделать, да? Я себе чуть громче сделаю, а вам сделаю чуть тише. Вот так вот, например. Здесь можно музыку в голове прокручивать, где-то знаменитую, как обычно. У меня она отключена, к сожалению. Громкая балава. О чем, ребят, у кого какие проблемы? Фундок, что у тебя там? Проблемы с огрыз какой-то? Садника мрака. Кстати, привет тебе. Клево у тебя, Ник. Садника мрака. Мир в ХС катаешь? В ХС-тоун? Нет, не играю. Раньше играла, но потом, когда там добавили кучу этих карт, я только собрала хорошую колоду. Опять там куча этих обновлений, вышла куча карт новых, и я, короче, забила. Снова в них разбираться, мне было лень. Я сейчас играю в Overwatch, тоже от призов игрушечкой, мне дико нравится. Эпизод 4, сыновья зимы. Вот в Overwatch я частенько играю по вечерам. Даже вне записи, вне стрима, просто для себя. Сценарист у нас такой-то, руководитель Кент Мудл, арт-директор Джои Хэнкер. Ой, это мы сейчас будем с Денери сболтать. Скорее всего. Да, вот тут эти вот, как их бездушные, безлихие, как их называть, я забыла. Короче, которые чувств почти не ведут. Секса у них нету, и бедные такие все. Только вы, и все. Ты представляешь, как много людей для тебя лгали о моем драконе? Я говорю правду, женщины. То были отчаянные люди, уповавшие на богатство, защиту. И все они были лжецами, каждый из них. И я думаю, ты не отличаешься от них. Безупречно, точно. Я буду говорить правду, даю вам слово. Твое слово ничего не значит. Ведь слово совсем ничего не стоит. О, черт. Испугались? А я думала, раньше вам уже доводилось видеть дракона. Доводилось. Но все равно же страшно. Он намного меньше того, которого я видел. Хочешь потрогать его? Пожалуйста. Только если ты его не боишься. Ой, я хочу. Я хочу, я его хочу поцеловать. Эй, все равно его потрогаю. Ну как можно от такого отказаться? Ауч. Выклецело. Ну, черт возьми. Я уже сказала, что можно. Хотя бы храбростью тебе не занимать. Кажется, я ему не нравлюсь. Но ведь рук он тебе не отцапал. Ты утверждаешь, что видел дракона. Тогда кажи это. Я ведь говорила тебе, что мне не впервые слышать. Россказни. У меня есть это. Дрогон. Откуда у вас это? Что вы с ним сделали? Если вы вдруг навредили его, навредили, это он напал на нас. Дрогон никогда бы не нападет на кого-то. С причиной. Вы должны быть испугали его. За нами днались люди из забытого легиона. Это они обнажили мечи и напали на дракона. А дрогон защищался. Значит, это нормально, что твой ребеночек чуть не сжег меня. У тебя крайне острый язык на ее мне цензит. Зачем ты пришел сюда? Ты солгал мне, и чего же ты хотел добиться? Я не солгала. Ты хочешь золото, или, быть может, титул? Мне не нужны ваши деньги, мне просто нужна ваша помощь. Часто под помощью имеются в виду деньги. От меня зависит судьба моей семьи. Мне нужна армия. Армия? Если бы вы временно дали нам пару дюжин наемников, прошу. Я тоже прибыла сюда, чтобы пополнить свое войско. Но передо мной пристал лишь ужасное зрелище из плачущих детей и страдающих недель, на ком несчастье наживаются их господа. Мои наемники помогут мне освободить рабов Мэрини. В этом состоит их предназначение. Значит, наши желания совпадают. Я тоже хочу это увидеть, как вы освобождаете Мэрин, а после возвращаете себе железный трон. Если ты прям веришь в это, то должен понимать, почему я не могу помочь тебе. Неужели я никак не могу вас переубедить? Как я уже говорила, мои люди готовятся к вторжению в Мэрин. Их цель намного важнее твоей, важнее какой-то одной семьи в Вестеросе. Если у тебя нет другой идеи, кроме как взять Мэрин штурмом и освободить всех рабов, то ты ничем мне не можешь помочь. Крофт. Дракон няшный. Да, просто прелесть. Бешка знает город лучше всех, но в месте взятых, ваша милость. Какого черта, Эшер? Это правда, да? Какое-то время я жила к Мэриню. В восточной части города. Гребаный ты облядак. А что такого-то? То есть вы хотите сопроводить нас в город? Тогда проведите младших с нами в Мэрин. Я не могу вернуться туда, Эшер. Возможно, это наш последний шанс. Я пойду с вами, но за остальных и решать не стану. Она знает город лучше всех нас, так что либо она идет с тобой, либо ты не идешь вообще. Думаю, это более чем справедливо. Ты и твоя подруга присоединитесь к отряду. Проведите их в город, помогите им освободить Мэрин, и я просвежу, чтобы вас наградили. Но твой дядя останется здесь. Если я узнаю, что вы соврали мне или подвергли моих людей опасности, я понимаю. А, отлично. Крофт и везет вас в курс дела. Предстоящая ночь обещает быть долинной. Я ведь говорила тебе, что не хочу возвращаться в Мэрин. Какого хрена? А что тебе там не нравится-то? Все равно это уже не имеет значения. Лешка, ты, пока есть время, залатайте свои снаряжения. Если вам захочется поссать в углу, есть ведро. Ой, ну не ссорьте, детишки, а. Давайте жить дружно. Вульфи, привет! Давненько у нас не было ведра. Мне понадобилось два года, чтобы достичь текущего положения. Даже не в доме поднасрать мне, Эшер. Нейл, у нас пополнение. Так, секундочку. Все-таки сделаю еще тише. Будь проклят, это чертова, рана. Проблема не в ноге, Родрик. Вам нужно тренироваться. Вот мне кажется, он предатель. В прошлый раз вы взяли над грифом вверх. Но когда он будет искать отомщение, вы думаете, что сможете дать ему отпор? Потому что мы его не сделали нашей правой рукой. Разговоры делал, они не помогут. Вам не под силу сражаться через боль. Вам нужно попробовать что-нибудь другое. Вы не можете держать меч, как и раньше. Так что найдите другое преимущество. Обдурите своего противника. Что, например? Сейчас покажу. Он так вот возмущался, что мы его не сделали главным, а сделали другого мужика главным. Вот мне кажется, что он все-таки перебежчиком и станет. И стал уж точнее. А отпустите противника до своего уровня. Когда я нападу на вас, увернитесь от моего меча и ударьте по задней стороне моего колена. Ждите, когда я нападу на вас. Ладно. Я постараюсь. А! Черт, я не успела! Попробуем еще раз. Нужно Ажи, да? Ха-а-а! Так ты лучше! По-моему, ты мне поддался. Тут только языками тощит и любовь какая-либо есть. Милорд, извините, что прерываюсь. У вас вот боевка, чем мне нравится. Она настояла на немедленной встрече с вами. Леди Алейда. Жаль, слышишь, что мы не станем сестрами. Талия. Родрик, могу я с тобой поговорить? Наедине. Помнишь моего младшего брата? Ты этого? Как же ты вырос? Зови меня Артуром. Надеюсь, ты не возражаешь, что мы пришли. Но кое-что случилось. Я скучала по тебе, Элейну. Я тоже по тебе скучала. По правде говоря, ты единственный, к кому я могу обратиться. Лорд Уитхилл навестил моего отца в родниковой переправе. Он сказал моему отцу, что ты не подчинился Грифу и... и он хочет преподать тебе урок. Вот я какая-то разменная монета. Ты хочешь... Он требует, чтобы я вышла за его сына Грифа. Что? Лорд угрожал моей семье. Сказал отцу, что если он откажет, нас уничтожат вместе с вами. Отец повел себя как трус. Он согласился, Родерик. Вы не можете присоединиться к дому Уитхиллу. Мы ведь окажемся по разной стороне. Думаешь, я хочу выйти за муж за эту мерзкую свинью? Но отец не слушает нас. Я не собираюсь быть костью, которую швыряют собаки. Я не какой-то там трофей. Мы должны избавиться от него. Опаки. Ты так говоришь, будто к нему можно так просто подойти и вонзить нож в сердце. Его всегда охраняют его солдаты. У нас есть план. Вы привели своих людей. Я командую элитным гарнизоном отца. Спасибо за фону. Добро пожаловать. Эти люди на тренированные лучники ближнего и дальнего боя. Они станут твоими, если ты поможешь нам. Покончи с Грифом. Весь гарнизон? 20 человек. Мой отец думает, что они плывут в простое. Что ты потеряешь, Родерик? Из-за нас может начаться война. Если лорд Уитхилл узнает, то пошлет сюда всю свою армию. Я понимаю твое беспокойство, Родерик. Ты пока не готов воевать с Уитхиллами. Знаю, это звучит безумно, но другого выхода нет. Покончи с Грифом, и ты сможешь использовать как везун, как захочешь. Ты наконец сможешь вернуть себе свой дом. Прошу, пообещай мне, что поможешь нам. Я помогу вам, но только если другого выхода нет. Поюсь, что да. Спасибо, Родерик. Я знал, что ты им поможешь нам. Мои люди твои, командуй. Спасибо тебе, Артур. Оставишь нас на минутку? Ты не представляешь, как много это значит для меня. Прости, что не вышло за тебя. Может, когда все это закончится, мы сможем снова сыграть в прятки в роще. Во взрослые прятки в роще. Было бы здорово, Элейна. Мы знаем, чем заканчиваются такие прятки. Давай, хоть поцелуйчик дай мне. Ха-ха-ха. От тебя полохалявный поцелуй. Мира почему-то в кепке, потому что мне нравится эта кепка. Вообще, озвучка самое время для микшера. Как насчет устроить многоголосовую озвучку одного актера? Тут очень переключения, переключения непростые. Я просто не буду успевать переключаться в микшере эффекта. Поверить не могу, что я его короную так скоро. Короли становятся все моложе да моложе. Томмон еще не готов, он слишком мягок. Быть может, все это план беса? Интересно, будет ли там Маргарет Тиррелл? Главное, герои как будто в магазине попросили а не человека убить. Ну, слушайте, тут жестокий мир, суровый. Убить человека здесь привычное дело, тут уже все кого-то убили. В чем дело, Томм? Помнишь письмо с предупреждением от Родерика? Да, он писал про человека Уитхилла. Что ты о нем узнал? Ничего, кроме слухов, но твой брат был прав. Лорд Уитхилл. Лад Уитхилл. Лорд Уитхилл посылает много золота кому-то в Королевской гавани. Молодец, Томм. Может, ты услышал что-то еще? Лорд Уитхилл на удивление скрытен. Единственное, в чем я уверена, наверняка он ведет дела с этим торговцем. Они оба будут присутствовать на пиру в честь коронации Томмена. Может быть, тебе удастся с ним поговорить? Я не могу, Маргария. Не очень-то мной довольна. Меня не пригласили. А Сера сможет тебе помочь? Пусть она проведет тебя на пир. Я разберусь, Томм. Ну, что бы ты ни решила, действуй поскорее. Пир, вот-вот начнется. Только будьте осторожны, Леди Мира. В Королевской гавани для вас небезопасно. Ой, как я переживаю за нее, за мою тезку. И что-то не уверена, что она выживет, если честно. Слишком опасную игру ведет для такой хрупкой девушки. Бир Орда, удачки тебе. Спасибо, что был с нами. Санчес Плей, привет. Драга Неч не проходила или не для тебя игра? Я проходила, который последний, Инквизишн, мне не понравилось. Как-то скучновато показалось, если честно. Может быть, на стриме пройдем с вами, не знаю, посмотрим. Ну, я смотрю, у меня как бы самой игры нету, я смотрела у друзей. Эй, что ты тут делаешь? На кухне еще остался медовый пирог. Сторожу узника. Его заперли в старой кладовке до утра. Это тот, который убил Брита? Что ты пялишься там? Никуда он не денется, пошли. Фундук, поздравляю, что Вовку починил. Ладно, съем маленький кусочек. Он скорее замерзнет насмерть, чем сбежит. Пошлячка, ребят, ну немножко, да, немножко пошлячка, что поделось. Чуть-чуть совсем. Совсем чуть-чуть. О, мешок лука. Давайте подожремся лука от горя. Лук и ягоды. По крайней мере, не помру с голодом. Да. Найти бы выход отсюда. Ржавый мастерок. Пригодится. Кучу полезных вещей тут оставили для узника. Видимо, это сортир. Я здесь ненадолго, так что мне он не понадобится. Что тут еще интересно есть? Гнилые опилки. Бесполезная хрень. Эта дыра не поможет мне выбраться. Не знаю, на что я рассчитываю. Но вам вдруг повезет. Чего бы нет. Ой, толкать, посмотри. На, использовать мастерок. Давайте сначала посмотрим. Что там такое? Он выглядит шатким. Карет! Коттер! Что ты здесь забыл? Я послушал один разговор. Тебя казнят завтра утром. А Финн? Он сказал им... Никто не верит ему. Или же не хочет. Они думают, что он покрывает тебя. Некоторые даже говорят, что он помогал тебе с убийством. Я должен выбраться отсюда. За этим я и пришел. Помочь. Тебя ведь тоже казня. Зачем тебе это? Я рассказал тебе свой секрет. И ты сказал, что мы друзья. Каким же другом я буду, если брошу тебя на погибель? Ты хороший парень. Ты ведь это знаешь. Рано петь мне, Дефирабо. Я хочу, чтобы ты взял с собой меня. Север мне проще. Ты знаешь, что мне нельзя тут оставаться. Я сбегу из Черного замка. Но мне бы не хотелось делать это в одиночку. Так что если ты пойдешь на север, то я с тобой. Но я никуда не пойду, пока не выберусь из этой сраной кладовки. Я могу попробовать взломать замок. Он не уверен, что получится. Тут шаткий камень. Тебе видно? Да. Никак не поддается. Продолжай, я пока осмотрюсь. Так, а я же могу использовать мастерок. Гарри, что ты делаешь? Выбирайся отсюда. Отколоть кирпич. Вижу. Он почти выпал. Я попробую вытолкать его. А ты тяни, понял? Опять начинается веселье. Надеюсь, никто этого не слышал. Эй, получится пролезть? Сейчас попробуем. Опять. Б. Ну чё? Мы на свободе. Миря, когда будет очередной подкаст в теле того самого кота? Надо тему выбрать. Хотя бы есть уже одна тема. Возможно, запишу в ближайшее время. Вы это слышали, да? Я отвлеклась на игру, и в итоге... Мой любимый стакан. Мой любимый стакан. Ну вот, чёртова игра. Ну да, понятно это. Я потому что отвлеклась на игру, отвлеклась на стакан, и в итоге всё запорола. Эх, бедный стакан. Валар Маргулис стакану моему. Блин. Меня просто эта стрелочка отвлекла, и... Аутласт был уже, в 5 часов, в 2 часа проходили Аутласт. Будет в воскресенье продолжение Аутласта. Вам было очень громко? Вот он, этот момент. Где я запорола всё. Ну блин, я почти все свои любимые стаканы такие раздолбала. У меня есть ещё осталось 2, по-моему, таких стаканов, и всё. А было 3. Хорошее число 3. Спасибо за фоллоу, добро пожаловать. Не поранилась? Да нет, не поранилась. Вот надо только посмотреть, что там внизу, там компьютер рядом стоял. Вот чёрт. Вам, придуркам, повезло, что я не беспалый. О, Финн, рад тебя видеть. Я меч во тьмея. Я помогу не дышится брата головой. Тебе это пригодится. А теперь, пошли. Ты не идёшь с нами, Финн. О чём это ты? Беспалл и так думаешь, что я помогаю тебе. Как ты думаешь, что он сделает со мной, когда узнает, что вы свалили отсюда? Я получше попытал счастья с вами. К тому же, я хорошо умею драться. Ты это знаешь? Не знаю, как драться, но начинать драки ты, мастер. Ну чё, взять Финна, наверное, и доставить. Ну, раз он сам хочет. Пошли с нами. Ещё один разведчик не помешает. Пока он не нападёт со спины. Разговоры на потом. Вперёд. Настроение уже не то, стакан жалко. Да, стакан жалко. И тут нужно все эти осколки теперь убирать. Они прям так валяют. Хорошо, воды было немного. Тут не так всё разлилось сильно. Тут ещё компьютер рядом стоит. Ну, системный блок стоит. Я просто переживаю. Может, там и провода эти все валяются? Может, не поранил там стакан? Ни ничего? Ой, вот этот... Чар древа. Назад дороги нет. Мы теперь дезертиры. Ты нарушил наши клятвы. Мы нарушили наши клятвы. Я давал много клятв. И нарушал их. Моя семья рассчитывает, что я всё исправлю. И я готова сделать это. Никакие клятвы меня не остановят. Они уже знают, что мы сбежали. Тогда бежим со всех ног. Если бы стакан с водой попал на системник, ты бы уже это поняла. Ну, может быть, не сразу случилось бы. Бубух. Крестняшка. Мстюгод мой. Это был подарок. Это был по комплект. Подарочный. У него друзья притащили. Там было много стаканчиков. Ладно, Мира, пока я вов. Удачи тебе в фундуке вове. Я думаю, что с компом всё в порядке. Главное, что ты не поранилась. Да я-то, да. Я-то не поранилась. Как представляете, мне после стрима это всё убирать придётся. Может быть, подождать, когда вода высохнет? Чтобы её хотя бы не убирать. Только осколки убрать. Воды там совсем чуть-чуть. Грустно как. Вот такое случается только на стриме. А вот на записи вы бы никогда не увидели такого. На записи всё вырезается. Что-то со звуком странное. Слышите? Подвисает игра. Всё хуже, чем я думала. Родрик! Вот ты где! Чё подвисает игра-то? Леди Форестер! В Грифе он ругался с мейстером и... Спасибо, Скорпионадо, за донатик на стакан. Спасибо большое. Мы должны защитить мейстера. Только не забудь про обещания, Родрик. Часть моих людей осталась в роще. Ну, так не теряйте время. Зови их. Да, конечно. Пойдём. И... Ашер. Что Ашер? Где Ашер? Слушайте внимательно. Я ударю тростью, когда захочу, чтобы вы вошли. Мы будем готовы. Висячие шёпоты. Да-да, висячие шёпоты. Это было жесть. Я иду с тобой. Это небезопасно. Лучше дожди своего брата. Ну, не важно, безопасно ли там. Гриф думает, что я принадлежу ему. Мне надо показать, что это не так. Значит, идём вместе. Эх, Мира, руки не оттуда у тебя. У меня просто, когда появился Мишер, он занял большую часть стола. Вот эту часть, где я оставила стакан. И мне просто негде теперь стакан поставить. Слушай, сейчас какой-то, наверное, батл начнётся. Ещё и нос чешется. Наверное, от переживаний. Лимми, Бронни, привет тебе. Я пытался лечить, но рано не за... Прекратите, не медленно. Немедленно. Блин, ты дал ранее загноиться. Нет, я пробовал, мастер. Для форстеров ты постарался получше. Милорд, пожалуйста. Единственное лорд, здесь это я. Родерик, прикажи свои шавки слушаться нового хозяина. А пока ты будешь этим заниматься? Элейна Гленмор, какого хрена ты с ним отшиваешься? Ты должна выйти за меня. За тебя. Я скорее предпочту дохлого коня. Отпусти мастера, Грифф. Нет, он должен усвоить урок. Он воспротивился прямо как ты, Родерик. Так что теперь он расплачивается. Не ты здесь, лорд, Грифф. Мне зачертило твоё притворство. Думаешь, я, мать твою, притворяюсь? А хочешь знать моё мнение? Мой брат готов. Мне кажется, тебе нужен ещё один урок смирения. Осторожнее, Грифф. Тебе не стоит этого делать. Почему же? Хочешь остановить меня? Ты, мать твою, труп, Родерик. Вот уж не думаю. Взять его. Не стойте просто так. Он не лорд. Это ещё что за хрень? Что прикажете? Я единственный, кто дает рейтинги. Что ты ждёшь? Давай, защить его, лорд. Помогите мейстеру. Спасибо, Милон. Что вы творите? Назад. Живо. Это мой чертог. Вы не имеете права здесь находиться. Слюньчай. Итак, осмирение. Уберите от меня свои руки. Я ведь предупреждал тебя, Грифф. Будешь беть меня? Друзья не всегда будут рядом, Родерик. Когда они уйдут, я прослежу, чтобы вы платили за это. Ах, отрела душу за стакан тебе это. Это тебе за стакан. Ты виноват. Вот тебе за мой стакан. Родерик. Хватит, довольно. Спасибо, тройка моя с копилкой. Спасибо большое за донатик. Гладкий стакан. Родерик, послушай. Родерик. А чем мы его избиваем-то так? Я не хочу его больше избивать. Что-то тоже невесело. Нет, нельзя. Почему ты защищаешь его? Я защищаю не его арену. Когда Лад узнает об этом, ты представляешь, что он сделает с ним. Если ты убил Грифф, Я дала обещание, мама, и я сдерживаю его. Я желаю его смерти, поверь. Но не ценой жизни Риану. К тому же, он нам еще пригодится. Все в порядке, Родерик. Давайте плюнем ему в рожь. Вот так вот. Вот тебе за мой стакан. Ты все получил за мой стакан. Посади вот хилл в темницу. Никого не впускать и не выпускать. Я не вижу, я ничего не вижу. Мира, там было написано Б вернуться в углу. Ну, ладно. Избили так избили. Я сегодня злая. Вершии не должны об этом узнать. Позаботьтесь об этом. Не раньше, чем мы того захотим. Прикажи убить воронов. Всех. А воронов-то жалко. Вороны такого не заслужили. Эх, печалька. Вот так вот. Люди между собой воюют, а страдают животные несчастные. А сейчас он типа все забудет и скажет, что несколько раз поскальнулся на собственную лужу. Давайте строим ему амнезию. Пусть мейнстер ему даст какой-нибудь эликсир и скажет, что это амнезия. Слушайте, давайте мы на этом, наверное, закончим. Как раз прошло 50 минут. И мы пойдем сейчас в овероч. Я только возьму новый стакан, налью с новой водички, может быть, даже немножко перекушу. И через пару минут мы с вами уже тогда пойдем в овероч. Спасибо. 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 Спасибо.